всем привет на связи федор васильев и сегодня у нас вышло обновление grid box до версии 2.2.1 4 октября и здесь представлен список что у нас добавлено а добавлено очень интересно сейчас рассмотрим исправлены ошибки и так далее давайте более детально посмотрим что же нового в grid box после того как вы обновите grid box не забудьте почистить кэш вашего браузера в хроме это сочетание клавиш control shift delete после этого обновляемся и первое ношество которое самое такое ожидаемое которое я лично больше всего ждал это новый эффект parallax эффект именно при скроллинге страницы вниз давайте посмотрим как это выглядит перехожу на страницу grid box у меня есть первая секция давайте зайдем в настройки перейдем фон и все вы знаете что у нас ранее был добавлен классный эффект parallax который работает с мышкой то есть я вожу мыши двигается фон мы ставим галочку parallax прокручиваем чуть ниже и у нас здесь появился смена тип то есть сейчас вы видите я вожу мышь и задний фон движется да это у нас эффект уже давно существует но если мы вот здесь выберем теперь scroll сохранимся и даже в режиме редактирования я прокручиваю страницу и задний фон он как бы движется быстрее вот чтобы лучше это было видно давайте зайдем еще раз фон у нас в принципе здесь стоит смещение на максимум выставить инвентировать галочку здесь оставить контейнер и смещение на 05 тогда эффект будет намного лучше и будет эффект как будто бы нижний блок нижняя секция она как бы накладывается поверх вот такой вот классный эффект следующее новшество это новая функция в плагине однострочного меню у меня на сайте это используется давайте посмотрим где это находится вот у нас этот плагин однострочное меню я захожу в настройки данного плагина и у нас также появился тип выбор кликаем 10 и выбираем боковая навигация и у нас меню отсюда смещается и появляется она вот здесь то есть его сейчас здесь вот видно не очень хорошо вот у меня главное при наведении то есть видим такие кругляша при наведении на кругляш выскакивает название меню и соответственно это у меня якоря если мы кликаем то у меня уже будет перебрасывать на заданную секцию давайте сохранимся и посмотрим как это на сайте на фронтальной части сайта обновляюсь здесь у нас меню нет вот его здесь видно отзывы контакты главное то есть вот такое вот меню следующее новшество это мы можем создавать свою библиотеку заготовленных элементов чтобы потом например сделать быстро следующий сайт если вы делаете по шаблону то есть создать некие свои фреймворки давайте посмотрим как это реализовано то есть например вот эта вся секция мне нужно запоместить ее в библиотеку давайте сначала сделаем скриншот то есть например вот этой области я воспользуюсь бесплатной программкой например вот эту область я хочу взять так изменить размер ну сделаю 480 высоту оставлю как есть ok сохранен рабочий стол теперь давайте попробуем добавить в библиотеку этот элемент загрузить и изображение кликаем загрузить с компьютера выбираю свое изображение открыть изображение загружено выбираем его и плюсик нажимаем нажимаем сохранить элемент успешно добавлю библиотеку нас оповещает система gridbox давайте зайдем в библиотеку видим наш элемент то есть вот так это будет выглядеть если вдруг вам что-то не понравилось миниатюра вашего фреймворка вы всегда сможете заменить это изображение кликнув вот на эту иконочку и выбрав новое изображение из файлового менеджера до медиа менеджера давайте попробуем переместить на страницу gridbox этот элемент зацепляем левой кнопкой мыши то есть удерживаем мышь вот за этот вот пентаграмм q вот я сейчас удерживаю до сих пор ну и например вот сюда в конце вставляю и у нас два элемента то есть вот один и вот он второй просто у меня задан большой отступ снизу временно поэтому здесь он тоже есть то есть вот эта секция вместе со слайдером у меня приспокойненько помещается в библиотеку я считаю что это очень очень классное крутое решение спасибо разработчикам gridbox и последнее нового введения на сегодня это у нас загрузка миниатюру для шаблона давайте посмотрим переходим темы с панели слева на вот здесь вот темы у меня здесь несколько шаблонов и три из них без миниатюры мы просто правой кнопкой мыши кликаем по миниатюре то есть по дефолтный да вот у меня есть моя тема я здесь кликаю и нажимаю настройки соответственно моя тема здесь мы можем понять название темы а вот здесь вот мы также изменения менеджера можем выбрать изображение для нашего шаблона нажимаем сохранить и вот так вот просто вы сейчас это видите мы вставляем любое изображение для нашего шаблона то есть так быстрее мы будем ориентироваться визуально сразу видеть где наш шаблон находится на этом здесь все спасибо что смотрели меня и если вы сейчас смотрите это видео впервые и не знакомы еще с grid box а мы хотите узнать о нем более детально хотите научиться делать профессиональные качественные сайты лендинг пейдж на grid box то я предлагаю вам ознакомиться с моим пошаговым видеокурсом для начинающих ссылка будет в описании под этим видео ставьте лайки подписывайтесь на канал если это видео вам было полезно подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет также в описании желаю вам приятного вечера и до нового видео пока пока если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь